МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем выпуск с кадровых изменений. Берик Абдегалиев, экс-глава Аркалыка, был назначен заместителем Акима Карагандинской области. Прежний зам Акима Жан-Бол Жилбаев стал президентом Национальной академии имени Ибрая Алтанцарина. Берик Абдегалиев родился в 1971 году. Образование высшее окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби по квалификации историк, кандидат политических наук. Работал в Казахском институте стратегических исследований при президенте Республики Казахстан, где прошел путь от научного сотрудника до первого заместителя директора этого же института. Находился на различных руководящих должностях в Министерстве культуры, информации и общественного согласия. Являлся заместителем Акима города Тимиртау, а затем заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента, а также директором президентского фонда развития государственного языка. На протяжении двух лет являлся Акимом Улытауского района и города Жизказгана. В 2012-м работал советником первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан. С мая прошлого года нового назначения был Акимом города Аркалык Костанайской области. Задачи стоят очень большие. Мы должны сейчас полностью переформатировать свою работу. Самая главная задача, еще раз, это рост экономики, вопросы занятости, вопросы стабильности. Из этих трех постулатов исходят все оставшиеся целого социально-герминического развития региона. Сменился и руководитель аппарата Акима области. Распоряжением главы региона на эту должность назначен Галым Ашимов. Экс-Аким города Каражал. А вот советниками Акима области назначены Айдар Тельгарин, возглавлявший до этого отдел земельных отношений города Караганды, и Жанар Хасенова, работавшая начальником отдела социально-экономического развития, анализа и планирования аппарата Акима города Караганды. Торжественно проводили на пенсию главу управления сельского хозяйства Карагандинской области Абдуллу Туребекова. Баужан Абдишев отметил большой вклад Абдуллы Туребекова в развитие агропромышленного комплекса региона и вручил ему почетную грамоту министра сельского хозяйства Республики Казахстан, а также благодарственное письмо Акима области. Время рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Глава региона сменил галстук на лопату. Накануне праздника Науры с первые лица города и области занялись озеленение. Более сотни молоденьких сосен появились в благоустроенном сквере на Юго-Востоке. О том, как город облагораживают, расскажет наш корреспондент. С лопатой главу региона встречаешь нечасто. Сегодня Болжан Авдишев решительно взялся за дачный инструмент и бережно прикопал саженец. 130 молоденьких сосен посадили в сквере по улице Язева. Совсем недавно Аким объявил двухмесячник по санитарной очистке городов и районов Карагандинской области. Это начало большого мероприятия, большого двухмесячника, которым должны все подключиться непосредственно перед нашим праздником на УРЭС, праздник обновления. Я думаю, эти деревья тоже как символ обновления, улучшения нашего областного центра, в том числе, конечно, в целом нашей области. И, конечно, здесь должны принять все предприятия, все форм собственности, все наши горожане непосредственно по благоустройству, по озеленению, по санитарной очистке. Вместе с Акимом области принимали участие в озеленении партийцы, общественники и молодежь. Алма Костемирова – активист молодежной организации «Жасыл Ель». Весну студентка решила начать с полезных дел. Я впервые сажаю деревья, и мне это очень нравится. Я рада, что меня друг пригласил перед на УРЭС делать такие вещи. Это очень даже правильно по мне. И я бы хотела, чтобы все занимались такими вещами. Чувства очень даже классные, то, что это происходит впервые. Результат оценивают уже простые горожане. Тут и чистый воздух, и уютная аллейка. У меня здесь шесть внуков. Я с этим внуком часто здесь гуляю. Я очень рада, что нам посадили вот деревья, сосны. Еще рада за то, что у нас лавочки поставили. Ну, в общем, благоустроили очень хорошо. К слову, в этом году на благоустройство, озеленение и санитарную очистку всего региона выделены 3,5 миллиарда тенге. На эти средства будут облагорожены 8 скверов, 128 дворов, высажены 58 тысяч деревьев по всей Карагандинской области. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. По традиции на УРЭС Караганда встретила массовыми гуляниями. На центральных улицах города для жителей шахтерской столицы развернулось яркое театрализованное шоу. Развлекали горожан звезды казахстанской эстрады. На праздничном мероприятии побывал наш корреспондент Нурила Туржан. Сегодня, несмотря на дождливую погоду, тысячи карагандинцев собрались на центральные улицы города, чтобы отметить главный весенний праздник на УРЭС. В свою очередь для них на площадях организованы концертные программы, спортивные состязания, а также праздничные ярмарки. Театрализованное представление в честь древнего праздника на УРЭС развернулось на главной площади шахтерской столицы. Поздравить и благословить жителей и гостей города пришел сам Хазарбаба. Согласно поверьям, именно после его посещения начинается весна. Издревле мусульмане готовились к этому празднику почти целый месяц. Они заранее приводили свой дом в порядок, налаживали дружественные отношения с врагами, а также сажали деревья. И на сегодняшний день эти традиции не потеряли свое существование. Здесь, знаете, не то, что торговать, здесь витает дух праздника. Мне все понравилось. Даже хоть и такая погода, все равно, все отлично. Посмотрите, люди все счастливые здесь с улыбками. Хоть погода дождливая, все равно народ гуляет. Все поздравляют друг друга. Всех улыбка на лицах. Великий праздник Наурыз отмечали не только в центре города, но и в каждом районе Караганды, где организаторы мероприятий радушно встречали и щедро угощали каждого. В большом праздничном мероприятии принял участие и глава области, который поздравил карагандинцев. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, осуществления всех планов и надежд, новых свершений. Пусть Наурыз принесет счастье и благополучие вам и вашим семьям. А в ваших домах царят изобилие, мир и согласие. С праздником, дорогие земляки! В праздничные дни город превратился в настоящее Этнау, где расположились десятки богато украшенных юрт. В каждой из них любой желающий мог отведать Наурыз козье, а также другие национальные блюда. Гость из России, которая побывала на праздничном мероприятии в шахтерской столице, рассказывает, что свой приезд в Казахстан ко дню весеннего праздника Наурыз она наметила не случайно. На праздники Наурыз в Казахстане попадаю очень редко во время отпуска, если вот один раз была и вот нынче, сейчас вот мы с мужем приехали специально посмотреть, прогуляться, как бы сравнить то, что происходило у нас. Мы, живя там, тоже справляли праздник Наурыз. Я являлась руководителем казахской национальной общины. Массовые гуляния продлились до позднего вечера. Как отмечают жители города, этот древний праздник уже давно стал общенародным. Потому сегодня он одинаково дорог для всех народов, проживающих в многонациональной стране. Нурилат Туржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Карагандинский филиал компании КМ-Логистик накануне отметил праздник весеннего равноденствия и обновления. Встречать Новый год по восточному календарю вышли сотни сотрудников центра. На праздничном мероприятии побывал наш корреспондент. В день весеннего праздника Наурыз впервые территория карагандинского филиала ТУО КМ-Логистик превратилась в настоящие этноут, где расположились богато украшенные юрты. В них каждый желающий мог отведать Наурызскую ежи, а также другие национальные блюда казахской кухни. Для сотрудников и гостей была организована праздничная программа. Это и песни, и танцы, и веселые спортивные состязания. Сегодняшний праздник для нас всех, для всех казахстанцев, всем благ, всем здоровья, домашнего очага, единства. Сотрудники КМ-Логистик отмечают Наурыз с размахом. В праздничном мероприятии отражены традиции и обычаи казахского народа. Это и Цау Кесера, и Бесик Той, и Казузату. Многие приехали целыми семьями, чтобы увидеть эти яркие театрализованные представления. Это такое мероприятие, это весна пришла, это доброта пришла. Мы сегодня отмечаем, это наша автобаза отмечает такой праздник. Праздничному гулянию способствовала и сама погода. Яркое весеннее солнце освещало нарядные юрты. Здесь встречали гостей национальными угощениями и добрыми пожеланиями. Наурыз – это праздник рассвета и широты души, говорят организаторы мероприятия. И поэтому для своих сотрудников они приготовили подарки, благодарственные письма и денежные поощрения. Как отмечает руководство КМ-Логистик, главная задача автобазы – это безопасно и своевременно доставить пассажиров и необходимый груз. Нурилат Туржан, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Наурыз Мейрамы с выдумкой встретили сотрудники Центров обслуживания населения региона. Тысячный коллектив собрался в здании Карагандинского академического театра музыкальной комедии. И не просто на корпоративную встречу, а на настоящий гала-концерт, который организовали своими силами. Привычные официальные костюмы белых воротничков сменили национальные наряды. Наурыз – не только государственный праздник. Его с торжеством и радостью встречают в каждой семье, в каждом доме. Карагандинская область объединяет в единую систему 30 региональных цонов, в которых служат около тысячи сотрудников. Нечасто приходится встречаться в такой праздничной обстановке. Тем более увидеть коллег в неожиданных ипостасях – актеров, певцов, танцоров. Наурыз – это прежде всего радость в душе. Период, когда природа пробуждается, и вместе с ней в человеке происходят процессы обновления. Мир открывается по-иному. Появляется иной взгляд на вещи обычные, но освещенные весенним солнцем. В эти дни забываются и прощаются все обиды и расцветают улыбки. Я думаю, что такие мероприятия нам нужны. Во-первых, это сплочает наш коллектив. Мы здесь друг друга ближе узнаем, обмениваемся каким-то опытом. И все-таки центр обслуживания селем по Карагандинской области достаточно большой. Регионально, если брать, он очень раскидан. В шестой раз цоновцы все вместе собираются на празднование науры с Мейрамы и каждый раз не перестают удивляться, насколько разнообразны интересы сотрудников. Если в обыденные дни приходится общаться в определенных рамках, то праздник внес непосредственность и новизну в отношениях между людьми. Науры с – это счастье и радость, которые приходят в каждый дом. Сергей Высокосов, Тулегин Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Шахтеры отпраздновали науры с. Для рабочих шахты «Шахтинская» была организована концертная программа. Также в ходе празднования отметили лучших горняков, которые были награждены ценными подарками. Праздновать науры с для шахтеров стало традицией. По словам заместителя директора угольного департамента Жаната Успанова, этот день они ждут с нетерпением. Ведь в честь этого праздника проходит обширное мероприятие, где поощряют передовиков производства. В этом году руководство «Шахтинской шахты» отметило 15 лучших рабочих, которые удостоились денежных презентов. «Привлекли Дом культуры города Шахтинска со своими концертными номерами, чтобы праздник был более красочным. И праздничный приказ. Накрыли стол для угощения, как положено по традиции, для всех гостей, которые сегодня придут к нам». На сегодняшний день на шахте «Шахтинской» работает более 1300 человек. Большие планы у угольщиков в этом году. По плану «Здесь» должны добыть свыше миллиона тонн угля. Предприятие держится за счет трудолюбивых горнорабочих, отмечает Жанат Успанов. «Держится за счет рабочего коллектива. Рабочего коллектива шахты – это непосредственно горнорабочие честного забоя, которые работают на добыче угля. Это и проходчики, которые готовят выемочные участки, подготавливают выемочные участки. Это и вспомогательные участки, которые помогают доставлять, обслуживать, проветривать эти все работы, горные выработки». Миром Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А вот телеканал «Первый Карагандинский» отметил Науры с кулинарным шоу «Науры с кожей». Зажигательное мероприятие вызвало небывалый отклик у всех участников гастрономического поединка. Кто в Караганде готовит самое вкусное и эксклюзивное народное кушание, расскажет Аида Ибраева. «Уважаемые зрители, вы готовы принять участие в нашем шоу? Готовы?» «Да!» «Отлично! А теперь давайте все вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. И начнем! И-е-е-е! Музыка, утиши! Раз! Е-е-ка! Э-ш! Э-е-е-ть! Баста-э-эх! Впервые не только в Караганде, во всем Казахстане главным запоминающимся событием минувших праздников стала Науры с кожей шоу – специальная праздничная программа, подготовленная телеканалом «Первый Карагандинский». Несмотря на дождливую погоду, на центральной улице Караганды уникальное шоу собрало множество людей. Именно здесь ищут самый лучший рецепт Науры с кожей. Кроме того, мы в этот надежи вложили всю нашу положительную энергетику, наши все пожелания и по нашим расчетам наш Науры с кожей должен быть самый вкусный. Фартук, хорошее настроение, необходимые продукты и поддержка болельщиков – это все, чем вооружились участники, чтобы приготовить Науры с кожей. Карагандинский университет Болошак, Департамент юстиции, Академия МВД, Медицинский университет, Гуманитарный колледж, Областная прокуратура, Карагандинский ЦОН. Организации участников, так же, как и ингредиентов традиционного блюда, насчитали семеро. Если вдруг проиграете, чего будете делать? Вам всегда нужна удача, только так, а не иначе. Ой, молодец какая, удачи вам! Не кажется ли вам, что в принципе рецепт уже такой, настолько традиционный, что у всех куча получится одинаковым? Халайуэлесис! Санжак Демирджи, генеральный директор сети ресторанов. Санжак Духоша Балах, Румето Жолдастар. Хошеметтеры, айдулгазбларымызга. Алиева Гульсара, компания Натижи Судфабрика. Алиева Гульсара, представитель чайной компании Юнити, Ассет. Проходите. По итогам кулинарных баталий, третье место досталось караганинскому цону. На второй позиции оказались представители МВД Караганинской области. А вот самым лучшим мастерами на УРСКОЖЕ, по мнению жюри, стала команда Караганинского гуманитарного колледжа. Аида Ибраева, Марат Култенов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Кому закон не писан, жасатановцы вышли в рейд по служебным авто. В республике стартовала общественная кампания СтопКЛМС по формированию нулевой терпимости к правонарушениям. Сегодня молодые партийцы совместно с дорожными полицейскими выявляли правонарушителей на дорогах шахтерской столицы. Объектом пристального внимания стали служебные авто, принадлежащие крупным компаниям и государственным учреждениям. Я нарушаю правила пункта 1.5, статья 4.6.3, 8.6.1. Правила парковки, данные знаки не делают. Нарушаем, гражданин. Это авто служебное принадлежит крупной компании. Парковка не положена в месте, административный штраф водителю дорогой иномарки обеспечит. Члены молодежного крыла Жасотан и дорожный полицейский на страже порядка на дорогах. Сегодня никакой снисходительности. Правила дорожного движения соблюдать обязаны все и простой водитель, и чиновник. Непосредственно будем обращать внимание на те нарушения, которые у нас являются постоянными. Это сейчас, в данный момент, грязные, нечитаемые номера, грязные машины, не пристегнутые ремнем безопасности, а также разговор по сотовому телефону. Оказалось, злостных нарушителей среди водителей служебных авто предостаточно. За несколько часов рейда сотрудники ГАИ выявили и пресекли три факта нарушений правил дорожного движения госслужащими. Сегодня их не спасет ни корочка, ни высокопоставленный чин, ни связи. За составлением акта по факту несоблюдения ПДД пристально следят активисты Жасотана. Нас, как молодежное крыло партии, как молодежь Караганды, очень беспокоит сегодняшняя кремоногенная обстановка на дороге. Мы считаем, что все категории лиц граждан не должны закон нарушать, потому что он написан для них. И среди них также закон не должны нарушать, должны соблюдать, чтить и государственные служащие Республики Казахстан. Ряд не последний. Жасотановцы решительно настроены проводить подобные мероприятия один раз в месяц. Ирина Камышова, Жасгабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет Берия Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. В Агадыре прошел турнир по казахшакурец в памяти выдающегося тренера Серика Мамашева. В турнире принимали участие более 40 борцов с разных районов региона. Сегодня состоится турнир в памяти моего мужа Серика Мамашевича. Прошло более 8 лет с тех пор, как он ушел от нас. Ну, уже утихла боль потери, большая, жгучая. Теперь настало время осмыслить, что сделал он для нас. Кто будет участвовать сегодня, я скажу, что раз вы участвуете в областном турнире, значит, вы уже добились каких-то результатов. И пусть эти результаты у вас с каждым годом становятся лучше. Пусть вам попадается крепкий соперник, на мастерстве которого вы оттачиваете свое мастерство. Сара Арка вышла в полуфинал плей-офф в Эхэл. В шестой встрече в серии с Пермским Молотом, одержав победу в овертайме 3-2, карагандинская дружина все же переломила психологическую яму и вышла в следующий раунд, гарантировав себе как минимум бронзу. В середине встречи российская команда вела 2-0, но Александр Васильев имел на этот матч свои представления и забросил первую шайбу на 32-й минуте матча. А Дмитрий Цибин уже через 5 минут уравнял шансы на успех. В овертайме в полуфинал карагандинцев вывел Александр Васильев, оформив дубль на 74-й минуте. А мы ждем результаты других матчей, чтобы узнать соперника по полуфиналу. На этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю телефон новостной службы 1-го карагандинского 42-06-49. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин